Глава семнадцатая. Дневник доктора Сьюорда. Продолжение. Когда мы приехали в отель Беркли, Ван Хелзинг нашел ожидавшую его телеграмму. «Приеду поездом. Джонатан в Уайтби. Важные новости. Мина Харкер». Профессор был в восторге. «О, чудная мадам Мина!» — сказал он. «Это не женщина, а жемчужина. Она едет, но я не могу остаться. Она должна заехать к тебе, Джон. Ты должен встретить ее на станции. Телеграфируй ей в поезд, чтобы предупредить об этом». Когда Депеша была отправлена, он выпил чашку чая, одновременно сообщив мне о дневнике, который вел Джонатан Харкер за границей, и дал копию, перепечатанную на пишущей машинке, вместе с копией дневника госпожи Харкер в Уайтби. «Возьми», — сказал он, — «и познакомься хорошенько с их содержанием. Когда я вернусь, в твоих руках окажутся все нити, и тогда нам легче будет приступить к нашим расследованиям. Береги их, в них много ценного. Тебе нужна будет вся твоя вера в меня, даже после опыта сегодняшнего дня. То, что здесь сказано, может послужить началом конца для тебя, для меня и для многих других, или же может прозвучать погребальным звоном по неумершим, которые ходят по земле». «Прочти все внимательно, и если сможешь что-нибудь добавить к этой повести, сделай это, потому что это крайне важно. Ты ведь тоже вел дневник о замеченных тобою странных вещах, не так ли? Да? Тогда мы все обсудим вместе при встрече». Затем он уложил вещи и вскоре поехал на Ливерпульскую улицу. Я направился к Паддингтону, куда и прибыл приблизительно за пятнадцать минут до прихода поезда. Толпа поредела после беспорядочной суеты, свойственной всем вокзалам в момент прибытия поезда, и я начал чувствовать себя неуютно, боясь пропустить свою гостью, когда изящная хорошенькая девушка подошла ко мне и, окинув меня быстрым взглядом, спросила, «Доктор Сьюарт, не правда ли?» «А вы, миссис Харкер», — ответил я, и тотчас же она протянула руку. «Я узнал о вас по описанию милой и бедной Люси. Я взял ее чемодан, в котором была пишущая машинка, и мы отправились на Фенчер-стрит по подземной железной дороге после того, как я послал депешу моей экономке, чтобы она немедленно приготовила гостиную и спальню для миссис Харкер». Немного спустя мы приехали. Она знала, конечно, что моя квартира помещалась в доме для умалишенных, но я заметил, что она не в силах была сдержать легкую дрожь, когда мы входили. Она сказала, что, если можно, она сейчас же придет ко мне в кабинет, так как многое должна сообщить. Поэтому я заканчиваю предисловие к моему фонографическому дневнику в ожидании ее прихода. До сих пор у меня еще не было возможности просмотреть бумаги, оставленные Иван Хелзинком, хотя они лежат раскрытые передо мной. Я должен занять ее чем-нибудь, чтобы иметь возможность прочесть их. Она не знает, как нам дорого время и какая работа нам предстоит. Я должен быть осторожным, чтобы не напугать ее. Вот и она. Дневник Мины Харкер. 29 сентября. Приведя себя в порядок, я сошла в кабинет доктора Сьюарда. У дверей я на минуту остановилась, так как мне показалось, что он с кем-то разговаривает. Но поскольку он просил меня поторопиться, я постучалась и после приглашения вошла. К величайшему изумлению у него никого не было. Он оказался совершенно один, а напротив него на столе стояла машина, в которой я сейчас же по описанию узнала фонограф. Я никогда их не видела и была очень заинтересована. — Надеюсь, что не задержала вас, — сказал я. Но я остановилась у дверей, услышав, что вы разговариваете, и подумала, что у вас кто-то есть. — О, — ответил он, улыбнувшись, — я только заносил записи в свой дневник. — Ваш дневник? — спросила я удивленно. — Да, — ответил он. — Я храню его здесь. Он положил руку на фонограф. Меня это страшно поразило, и я выпалила. — Да ведь это лучше стенографии. Можно послушать, как он говорит? — Конечно, — ответил доктор быстро и встал, чтобы завести фонограф. Но вдруг остановился, и его лицо приобрело озабоченное выражение. — Дело в том, — начал он неловко, — здесь записан только мой дневник, а так как в нем исключительно, почти исключительно факты, относящиеся ко мне, то, может быть, неудобно, то есть, я хочу сказать, он остановился, и я попыталась вывести его из затруднения. — Вы помогали ухаживать за умирающей Люси. Позвольте услышать, как она умерла. — Я буду очень благодарна. Она была мне очень-очень дорога. К моему удивлению, доктор ответил с выражением ужаса на лице. — Рассказать вам о ее смерти? Ни за что на свете. — Почему же? — спросил я, и меня начало охватывать какое-то жуткое чувство. Доктор замолчал опять, и я видела, что он старается придумать извинения. Наконец он пробормотал. — Видите ли, я затрудняюсь выбрать какое-нибудь определенное место из дневника. В то время, как он говорил, его осенила мысль, и он сказал с бессознательным простодушием, изменившимся голосом и с детской наивностью. — Это совершенная правда, клянусь честью. Я не могла сдержать улыбки, на которую он ответил гримасой. — Представьте себе, хотя я уже много месяцев веду дневник, мне никогда не приходило в голову, как найти какое-нибудь определенное место в том случае, если бы захотелось его посмотреть. К концу фразы я окончательно решилась, уверенная, что дневник доктора, лечившего Люси, мог многое добавить к сумме наших сведений о том ужасном существе. И я смело сказала. — В таком случае, доктор Сьюарт, вы бы лучше разрешили мне переписать его на пишущей машинке. Он побледнел, как мертвец, и почти закричал. — Нет, 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 ни за что на свете! Я не дам вам узнать эту ужасную историю! Тогда меня охватил ужас. Значит, мое предчувствие оказалось верным. Я задумалась и машинально переводила глаза с одного предмета на другой, бессознательно ища какой-нибудь благовидный предлог, чтобы дать ему понять, что я догадываюсь, в чем дело. Вдруг мои глаза остановились на огромной кипе бумаг, напечатанных на пишущей машинке, лежавшей на столе. Его глаза встретили мой взгляд и машинально проследовали в том же направлении. Увидев пакет, он понял мое намерение. — Вы не знаете меня, — сказала я. — Но когда вы прочтете эти бумаги, мой собственный дневник и дневник моего мужа, который я сама переписала, — Вы узнаете меня лучше. Я не утаила ни единой мысли своего сердца в этом деле, но, конечно, вы меня еще не знаете, пока, и я не вправе рассчитывать на такую же степень вашего доверия. Он встал и открыл большой ящик в шкафу, в котором были расставлены в известном порядке полые металлические цилиндры, покрытые темным воском, и сказал. — Вы совершенно правы. Я не доверял вам, потому что не знал вас. Но теперь знаю, и позвольте сказать, что я должен был знать вас с давних пор. Люси говорила вам обо мне, говорила и мне о вас. Позвольте искупить свой невежливый поступок. Возьмите эти цилиндры и прослушайте их. Первые полдюжины относятся лично ко мне, и они не ужаснут вас. Тогда вы узнаете меня лучше. К тому времени будет готов обед. Между тем я перечитаю некоторые из этих документов и смогу лучше понять некоторые вещи. Он сам отнес фонограф в мою комнату и завел его. Теперь я узнаю что-нибудь интересное, ибо познакомлюсь с другой стороной любовной истории, одну из которых я уже знаю. Дневник доктора Сьюарда. 29 сентября Я был так поглощен удивительными дневниками Джонатана Харкера и его жены, что не замечал времени. Как раз когда я кончил чтение дневника миссис Харкер, она вошла с распухшими от слез глазами. Это глубоко меня тронуло. «Я очень боюсь, что огорчил вас», сказал я как можно мягче. «О, нет, не огорчили», ответила она. «Но ваше горе бесконечно меня тронуло. Это удивительная машина, но она до жестокости правдива. Она передала мне страдания вашего сердца с мучительной точностью. Никто не должен больше слышать их повторения. Видите, я старалась быть полезной. Я перепечатала слова на пишущей машинке, и никому больше не придется подслушивать биение вашего сердца, как сделала это я». «Никому и не нужно больше знать об этом, и никто не узнает», произнес я мягким голосом. Она положила свою руку на мою и сказала очень серьезно. «Ах да, но ведь должны они...» «Должны? Почему?» «Потому что частица сей ужасной истории касается смерти Люси и всего, что ее вызвало. Потому что для предстоящей борьбы, для избавления Земли от этого чудовища мы должны владеть всем знанием и всеми средствами, какие только возможны. И я думаю, цилиндры, которые вы мне дали, содержат больше того, что мне следовало бы знать. Но я вижу, что ваши записки проливают много света на эту мрачную тайну». «Вы позволите помочь вам, не правда ли?» «Я знаю все до одного известного пункта. И я уже вижу, хотя ваш дневник довел меня только до 7 сентября, до какого состояния была доведена бедная Люси и как подготавливалась ее ужасная гибель. Джонатан и я работали день и ночь с тех пор, как нас посетил профессор Ван Хелзинг. Джонатан поехал в Уайтби, чтобы раздобыть еще сведений, а завтра он приедет сюда, чтобы помочь нам. Нам незачем иметь тайны друг от друга. Работая сообща, при абсолютном доверии мы, безусловно, будем сильнее, чем в том случае, если бы некоторые из нас блуждали в потьмах». Она посмотрела на меня так умоляюще и в то же время проявила столько мужества и решимости, что я сейчас же выразил согласие. «Вы можете поступать в этом доме, — сказал я, — как вам угодно. Вам еще предстоит узнать ужасные вещи. Но раз вы прошли такой большой путь по дороге к смерти бедной Люси, то не согласитесь, я знаю оставаться в потемках. Конец, самый конец, может дать вам проблеск успокоения. Но пойдемте обедать. Нам надо поддерживать силы для той работы, которая нам предстоит. Перед нами жестокий и ужасный путь. После обеда вы узнаете все остальное, и я отвечу на ваши вопросы, если вам попадется что-нибудь непонятное, тем более, что для нас, присутствовавших при этом, ничего непонятного нет». Дневник Мины Харкер 29 сентября После обеда я прошла с доктором Сьюордом в его кабинет. Он принес из моей комнаты фонограф, а я взяла пишущую машинку. Он усадил меня на удобный стул и поставил фонограф так, чтобы я могла дотянуться до него, не вставая с места, и показал, как его останавливать, если нужно было сделать паузу. Затем он взял стул, повернулся спиной ко мне, чтобы я чувствовала себя свободной, и углубился в чтение. Я приставила к ушам металлический вилкообразный приемник и начала слушать. Когда ужасная история смерти Люси и все последующее было окончено, я беспомощно лежала в своем кресле. В моем мозгу вертелось какое-то огненное колесо, и если бы не святой луч света, проникший в эту массу ужасов, при мысли, что моя милая, славная Люси наконец-то успокоилась, я не думаю, чтобы я перенесла эту муку, не устроив истерики. Все было до того дико таинственно и странно, что, не зная я приключения Джонатана в Трансильвании, я не поверила бы случившемуся. Я решила попытаться рассеяться, занявшись чем-нибудь другим, поэтому взяла футляр от пишущей машинки и сказала доктору Сьюарду, «Дайте мне теперь все это переписать. Мы должны быть готовы к приезду доктора Ван Хелзинка и Джонатана. В таких случаях порядок — все, и я думаю, если мы приготовим весь наш материал, и каждая статья будет помещена в хронологическом порядке, то сделаем многое». Исполняя мое желание, он поставил фонограф на малую скорость, и я начала перепечатывать с начала седьмого цилиндра. Я сняла три копии из дневника и со всего остального. Было поздно, когда я закончила. Доктор Сьюард в это время выходил для обхода своих больных. Когда он вернулся, то сел рядом со мною читать, так что я не чувствовала себя одинокой за работой. Дневник доктора Сьюарда 30 сентября Мистер Харкер приехал в девять часов. После завтрака он с женой отправился к себе в комнату, и когда через некоторое время я проходил мимо, то услышал стук пишущей машинки. Они, по-видимому, сильно заняты этим делом. Миссис Харкер говорит, что они стараются связать в хронологическом порядке каждый клочок достоверности, который у них имеется. У Харкера в руках переписка между принимавшими ящики в Уайтби и посыльными из Лондона, которым они были поручены. Теперь он читает мой дневник, перепечатанный женой. Мне интересно, что они из него извлекают. Вот он. Странно, почему мне не приходило в голову, что соседний дом может быть убежищем графа. А между тем, поведение пациента Ренфилда давало нам достаточно указаний на это. О, если бы мы догадались раньше, то могли бы спасти бедную Люси. Харкер говорит, что к обеду он сможет показать целую связную повесть. Он считает, что тем временем мне следует повидать Ренфилда, так как он до сих пор служил известным указанием на приход и уход графа. Пока я с трудом это вижу, но когда разберусь в числах, то, вероятно, соглашусь с этим. Когда я вошел, Ренфилд спокойно сидел в своей комнате со сложенными руками и кроткой улыбкой. В ту минуту он казался совершенно нормальным. Я сел и начал беседовать с ним на самые разнообразные темы. Он говорил вполне рассудительно. Затем Ренфилд заговорил о возвращении домой, вопрос которого он не поднимал, насколько я помню, за все время своего пребывания здесь. Он совершенно уверенно говорил о немедленном освобождении. Я уверен, что не посоветуюсь я с Харкером и не сличи по числам время припадков Ренфилда, я был бы готов отпустить его после кратковременного наблюдения. Но теперь я крайне подозрительно отношусь к нему. Припадки оказывались каким-то непонятным образом связанными с близостью графа. Он плотоядный, и во время своих диких рысканий у дверей часовни пустынного дома всегда говорил о хозяине. Все это похоже на подтверждение нашей мысли. Однако я недолго оставался у него. Он до некоторой степени даже слишком нормален в настоящее время, так что нельзя испытывать его слишком глубокими вопросами. Он может задуматься, и тогда... Я не доверяю этим спокойным настроениям и приказал служителю, чтобы тот получше присматривал за ним и имел наготове на случай надобности смирительную рубашку. Дневник Джонатана Харкера 29 сентября в поезде по дороге к Лондону Когда я получил любезное извещение мистера Биллингтона, что он даст мне все возможные справки, то решил, что лучше всего поехать в Уайтби и на месте получить необходимые сведения. Моей целью было выследить груз графа до его прибытия в Лондон. Позднее мы сможем заняться самим графом. Мистер Биллингтон приготовил в своей конторе все бумаги, касавшиеся отправки ящиков. Тут оказались накладная на 50 ящиков простой земли, предназначенной для опытов, копия с письма Картеру Паттерсону и их ответ. Я снял копии со всех документов. Вот все сведения, которые смог дать мистер Биллингтон, так что я спустился к порту и повидался с береговой стражей и таможенными чиновниками. У всех нашлось, что сказать мне по поводу странного прибытия корабля. Событие мало-помалу начинает испаряться из людской памяти, но никто не мог добавить чего-либо к несложному описанию 50 ящиков простой земли. Затем я повидался с начальником станции, который дал мне возможность снестись с рабочими, принявшими ящики. Их квитанция совершенно сходилась со списком, им нечего было добавить, кроме того, что ящики были огромны и ужасно тяжелы. 30 сентября. Начальник станции был настолько добр, что дал мне рекомендацию к своему товарищу, начальнику станции в Кинг-Кросс, поэтому, приехав туда утром, я мог расспросить его о прибытии ящиков. Он сейчас же познакомил меня с нужными служащими, и я увидел, что их квитанция сходилась с первичной накладной. Оттуда я прошел в центральную контору Картера Паттерсона, где меня встретили чрезвычайно любезно. Паттерсон посмотрел дело в своем журнале, приказал снять копии, и сейчас же протелеграфировал свою контору в Кинг-Кросс за дополнительными сведениями. К счастью, люди, перевозившие вещи, оказались там, и чиновник сейчас же прислал их мне, послав с одним из них накладную и все бумаги, имеющие отношение к отправке ящиков в Карфакс. Здесь я опять увидел полную согласованность с квитанцией. Посыльные смогли дополнить краткость написанного некоторыми подробностями. Эти последние, как я вскоре увидел, относились исключительно к большому количеству пыли при работе и, соответственно, этому к вызванной в действующих лицах жажде. После того, как я доставил им возможность облегчения оной при посредстве государственного денежного знака, один из рабочих заметил. «Это был, сударь, самый ветхий дом, какой я когда-либо видел. Черт возьми, да, его не трогали лет сто. Там было столько пыли, что вы могли бы спокойно спать на ней, не повредив ваших костей. Ну, а старая часовня, от нее пробегал мороз по коже. Господи, да я бы ни минуты не остался там после того, как стемнеет. Одной вещью я теперь доволен. Тем, что все ящики, прибывшие в Уайтби из Варны на Дмитрии, были в целости перенесены в старую часовню Карфакса. Их должно быть там 50, если только некоторые из них с тех пор не были передвинуты с места. Я постараюсь найти ломового, который увез ящики из Карфакса, когда на них напал Ренфилд. Держась за эту нить, мы сможем многое узнать. Дневник Мины Харкер. 30 сентября. Джонатан вернулся полной жизни, надежды и решимости. К вечеру мы привели все в порядок. Собственно говоря, следует пожалеть всякого, которого так бы неустанно преследовали как графа. Но ведь он не человек, даже не животное, он просто вещь. Достаточно прочесть отчет доктора Сьюарда о смерти бедной Люси и всего, что последовало, чтобы иссушить источники жалости в сердце. Позднее. Лорд Годалминг и мистер Моррис приехали раньше, чем мы ожидали. Доктор Сьюарт отсутствовал по делу и взял с собой Джонатана, так что мне пришлось их принять. Встреча была слишком мучительна, поскольку напоминала нам всем надежды бедной Люси несколько месяцев тому назад. Конечно, они слышали обо мне от Люси, и оказалось, что доктор Ван Хелзинг так же плясал под мою дудку, как выразился мистер Моррис. Бедняжки. Ни один из них не догадывался, что я все знаю о предложениях, которые они делали Люсе. Они не могли хорошенько сообразить, что говорить или делать, так как не были осведомлены, насколько я посвящена в происходящее. Поэтому им пришлось держаться нейтральных тем. Как бы то ни было, я все обдумав, пришла к заключению, что лучше всего ввести их в курс дела, обратив внимание на хронологический порядок событий. Я знала из дневника доктора Сьюарда, что они присутствовали при смерти Люси, ее настоящей смерти, и что мне не стоит опасаться выдать преждевременно какую-либо тайну. Я сказала им как умело, что прочитала все бумаги и дневники, и что мы с мужем, перепечатав их на машинке, только что привели все в порядок. Я дала каждому по копии для чтения в библиотеке. Когда лорд Годелминг получил свою пачку и перечитал ее, а пачка получилась солидная, то сказал, «Вы переписали все это, миссис Харкер?» Я кивнула головой, он продолжал, «Я не совсем понимаю цели этого, но вы все такие хорошие люди и работали так сердечно и энергично, что мне лишь остается с закрытыми глазами принять ваши выводы и постараться помочь вам. Я уже получил урок, и такой урок, который может сделать человека скромным до последнего часа его жизни. Кроме того, я знаю, что вы любили мою бедную Люси». Он отвернулся и закрыл лицо руками. Я расслышала слезы в его голосе. Мистер Моррис с инстинктивной деликатностью положил на минуту руку ему на плечо и затем спокойно вышел из комнаты. «Вероятно, в сердце каждой женщины живет чувство матери, потому что я, увидев слезы и горе этого большого, взрослого, сдержанного человека, не могла удержаться от того, чтобы не подойти к нему и не попытаться утешить. Мои слова о Люсе вызвали сначала новый взрыв горя и слез, а потом, мало-помалу, он успокоился. Эта сцена и мне стоила слез, но она скрепила наши отношения, и, расставаясь, мы обменялись обещаниями быть друг для друга братом и сестрой. Проходя по коридору, я увидела мистера Морриса, смотревшего в окно. Он обернулся, услышав шаги. «Как Артур», — спросил он. Потом, заметив мои красные глаза, продолжил. «А, я вижу, вы его утешали. Бедный малый, ему это нужно. Никто, кроме женщины, не может помочь мужчине, когда у него сердечное горе, а его некому утешить». Своё собственное горе он переносил так мужественно, что моё сердце истекало кровью. Я видел рукопись в его руках и знал, что, прочитав её, он поймёт, как много я знала, поэтому я сказала. «Я бы хотела иметь возможность утешить всех, кто страдает. Разрешите мне быть и вашим другом и приходите ко мне за утешением, когда вам это будет нужно. Вы узнаете потом, почему я так говорю». Он увидел, что я говорю серьёзно, и, подойдя ко мне, взял мою руку и поднёс к своим губам. Это показалось мне жалким утешением для такой мужественной и самолюбивой души. Инстинктивно я наклонилась и поцеловала его. Слёзы подступили к его глазам, но заговорил он совершенно спокойным голосом. «Маленькая девочка, вы никогда не раскаетесь в этой чистосердечной доброте». Затем он прошёл в кабинет к своему товарищу. «Маленькая девочка, это те самые слова, с которыми он обращался к Люсе. Ей он доказал свою дружбу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова